Добрый день, уважаемые дамы и господа! Я, Геннадий Коцов, приветствую вас в нашей программе, в которой мы рассмотрим основные темы, отмечаемые нашими газетами сегодня. За два месяца до президентских выборов в США телекомпания CNN публикует результаты опроса, проведенного в шести ключевых штатах. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майкл Маккол направил госсекретарю Блинкену повестку, в которой вызвал его для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. Власти США предъявили формальное уголовное обвинение лидеру Хамас Яхья Сенуару и еще пяти руководителям палестинской террористической группировки в связи с нападением на Израиль 7 октября 1923 года. Два американских исследователя утверждают, что Россия готовится к развертыванию изделия «Буревестник» – крылатой ракеты с ядерной силовой установкой. Министерство финансов США разрешило проводить передачу телекоммуникационных данных с участием России, но только в случае наличия специального разрешения. Прокуроры предъявили целый ряд обвинений высокопоставленной чиновницы в правительстве штата Нью-Йорк к ее супругу. Обвинения связаны с их работой на китайское правительство. В США из-за роста спроса на электроэнергию хотят перезапустить некоторые из 13 реакторов атомных электростанций, закрытых за последнее десятилетие. По меньшей мере, 4 человека погибли, и около 30 получили ранения в результате стрельбы, произошедшей 4 сентября в школе города Уиндер в округе Барроу в штате Джорджия. Дамы и господа, некоторые из этих тем мы рассмотрим в нашей программе подробнее. За два месяца до президентских выборов в США телекомпания CNN публикует результаты опроса, проведенного в шести ключевых штатах, то есть тех, за которые разворачивается основная борьба, чей исход и определяет имя обитателя Белого дома. Согласно опросу, демократический кандидат Камала Харри с преимуществом в 6% побеждает республиканского кандидата Дональда Трампа в Висконсине, а с преимуществом в 5% в Мичигане, штате, где проживает самая многочисленная в США арабская община. В Аризоне ведет Трамп, он получает на 5% больше, чем Харрис. В Джорджии и Неваде Харрис имеет над Трампом преимущество в 1%. В Пенсильвании, самом населенном из ключевых штатов, между кандидатами наблюдается равенство. Авторы опроса отмечают, что вступление Харрис в президентскую гонку вместо Байдена изменило динамику лишь частично, то есть на время. Так, в вопросах экономики, которые 39% опрошенных считают приоритетными, Трамп опережает Харрис на 8%, в то время как его отрыв от Байдена составлял 20%. Я напомню, что большинство штатов изначально склоняются в сторону одной из двух партий. В 2024 году Харрис практически гарантировала себе голоса 226 выборщиков, а Трамп – 219 выборщиков. Иными словами, борьба разворачивается за 93 выборщика, представляющих 6 ключевых штатов. Для победы необходимо набрать 270 голосов. Председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса Майк Маккол направил госсекретарю Энтони Блинкену повестку, в которой вызвал его для дачи показаний о выводе американских войск из Афганистана. В мае Маккол объявил, что Комитет по иностранным делам, которые возглавляют представителей Республиканской партии, проведет расследование, как было отмечено, смертоносного вывода американских войск администрации Байдена Харрис. В письме председатель Комитета утверждает, что тогда же попросил Блинкена присутствовать на соответствующих слушаниях в Конгрессе в сентябре. Цитируя, Комитет пошел навстречу в своих многочисленных просьбах и сообщениях, пытаясь согласовать дату, соответствующую вашему графику. На сегодняшний день Госдепартамент еще не предоставил никаких потенциальных дат для вашего выступления, говорится в письме. Представитель Госдепа Мэтью Миллер заявил, что Блинкен давал показания в Конгрессе по теме Афганистана более 14 раз, чаще, чем любой другой сотрудник администрации. По его словам, четыре раза госсекретарь выступал непосредственно перед комитетом, который возглавляет Маккол. Кроме того, Госдеп предоставил комитету 20 тысяч страниц документов о выводе американских войск из Афганистана. Представитель Госдепартамента заявил, что Блинкен недоступен ни в одну из дат, предложенных Макколом, но предложил разумные, как он сказал, альтернативы. О каких альтернативах идет речь, не уточняется. Разочаровывает тот факт, что вместо того, чтобы продолжать добросовестно взаимодействовать с Госдепартаментом, комитет выписал еще одну ненужную повестку, но так вот резюмировал Миллер. Рейтерс уточняет, что Миллер Маккол, простите, потребовал от Блинкена дать показания 19 сентября, иначе госсекретаря обвинят в неуважении к Конгрессу. ABC News поясняет, что республиканцы, в том числе кандидат президента Дональд Трамп, возобновили нападки, как ABC News говорит, на администрацию Джо Байдена по поводу Афганистана в августе. Годовщину вывода американских войск, но отвратительную совершенно провальную годовщину, и теракта в аэропорту Кабула, в результате которого погибли 13 американских военнослужащих и около 170 афганцев. Трамп обвинил Байдена и кандидата демократической партии Камалу Харрис в хаотичном выводе американских войск, а Джей Ди Вэнс, которого Трамп назначил вице-президентом в случае победы на выборах, назначил, так заявил, что Харрис может отправляться в ад, как сказал Джей Ди Вэнс из-за вывода войск. Соединенные Штаты неоднократно заявляли о намерении вывести войска из Афганистана, где они участвовали в военной операции с 2001 года. Вывод войск, в частности, был одним из пунктов избирательной кампании Трампа на выборах 2016 года, но заняв пост президента, Трамп объявил, что о быстром выводе американского контингента из Афганистана не может быть речи. В итоге окончательный вывод войск, провальный по всем направлениям, начался уже при Джо Байдене в августе 2021 года. Американские власти предъявили формальные уголовные обвинения лидеру Хамас Яхья Синвару и еще пяти руководителям палестинской группировки в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. В заявлении американского Минюста сказано, что шесть лидеров Хамас обвинены в убийстве граждан США, финансировании терроризма и использовании оружия массового поражения. Обвинительное заключение касается не только масштабного нападения на юг Израиля осенью прошлого года, но и многочисленных атак, которые Хамас осуществлял в течение многих десятилетий. Предъявление обвинения лидером Хамас во многом является символическим шагом. Американский Минюст в своем заявлении признает, что некоторые из обвиняемых уже мертвы, а остальные находятся в розыске. Нынешний лидер Хамас Яхья Синвар предположительно скрывается в одном из туннелей в секторе Газа. Среди тех, кто также оказался в американском списке, бывший лидер Хамас Исмаил Ханье. Напомню, этим летом он был убит в Тегеране. И в последние месяцы от израильских ударов погибли также еще двое видных членов Хамас, которым предъявлено обвинение. Заместитель руководителя организации Марван Иса и глава ее военного крыла Мохаммед Дейв. Кроме того, в числе обвиненных, один из основателей Хамаса, руководитель организации за пределами сектора Газа, Халед Машаль, а также Али Барака, член группировки, которая базируется в Ливане. Генеральный прокурор Мэри Гарланд заявил, что подозреваемые в течение, как он сказал, многих десятилетий финансировали и направляли кампанию по убийству американских граждан и созданию угрозы безопасности Соединенных Штатов. Эти люди, говорит Гарланд, руководили попытками Хамас уничтожить государство Израиль и убивать мирных граждан, чтобы добиться этой цели. Конец цитаты. Гарланд отметил, что во время нападения на Израиль 7 октября прошлого года члены Хамас убили целые семьи. И эта атака была самым кровавым массовым убийством евреев со времен Холокоста. Они, цитирую, убивали как пожилых людей, так и маленьких детей. Они использовали в качестве оружия сексуальное насилие против женщин, в том числе насиловали и калечили гениталии, говорит генпрокурор США. Согласно американским законам, преступления, в которых обвинены члены Хамас, караются пожизненным заключением или смертной казнью. Как передает телекомпания CBS News со ссылкой на источники в Минюсте США, обвинения членам Хамас были предъявлены еще в феврале этого года. Однако американские власти не объявляли о них публично, поскольку надеялись арестовать кого-либо из обвиняемых. В результате нападения Хамас на Израиль, напомню, оно было совершено в прошлом году, 7 октября, около 1200 израильтян были убиты, подавляющее большинство из них мирные жители. Палестинские боевики также взяли 251 заложника. После этого Израиль начал военную операцию в секторе газов, в которой, по оценкам подконтрольного Хамас, Министерства здравоохранения и Анклава, погибли более 40 тысяч палестинцев. Но понятно, что верить данным Хамаса категорически нельзя. Два американских исследователя утверждают, что Россия готовится к развертыванию изделия 9М370 «Буревестник». Крылатая ракета с ядерной силовой установкой, о которой Владимир Путин говорил в своем выступлении перед парламентом еще в марте 2018 года. Публикация агентства Reuters, а также в Твиттере аналитика исследовательской организации CNA Деккера Эволета. Говорится, что вместе с Хансом Кристенсеном из Федерации американских ученых они обнаружили изменения на спутниковых снимках объекта в Шекснинском районе Вологодской области, которые свидетельствуют о развертывании таких ракет. Этот объект известен как военная часть 25594 или как арсенал 12-го главного управления Министерства обороны России, которое занимается обслуживанием стратегических ядерных сил. Неподалеку находится городок Вологда-20, в которой, собственно, расположена эта часть, казармы и вообще ее хозяйство. На самом объекте видны пять площадок со строениями, которые исследователи называют хранилищами ядерных боеголовок. Эти хранилища существуют довольно давно. Они есть на спутниковых снимках сервиса Google Earth, датированных 2003 годом, то есть 21 год назад. Исследователи разглядели на свежих спутниковых снимках изменения в районе этого объекта, стройку, на которой явно выделяются девять характерных площадок. Их аналитики называют стартовыми площадками в стадии строительства. Они объединены в три группы. Как говорится в публикации Reuters, пусковые позиции расположены вблизи мест хранения ядерных боеголовок. И, по словам Эйвелета, эти позиции предназначены для большой, как он говорит, стационарной ракетной системы. Единственная большая стационарная ракетная система, которую разрабатывают в России, это Skyfall. Название SSC-X9 Skyfall было присвоено проекту «Буревестник» в НАТО. На спутниковых снимках, сделанных 3 сентября 2021 года, эти площадки хорошо видны. Они также присутствуют на снимках, сделанных в начале 2024 года. В августе 2021 года их еще не было, но на этом месте уже была стройплощадка. Однако ее не видно на снимке, сделанном 25 сентября 2020 года. Информация о состоянии программы «Буревестник» строго засекречена. Последнее испытание, о котором сообщалось публично, происходило до 5 октября 2023 года. Тогда Путин объявил, что Россия успешно испытала «Буревестник». Однако детали этих испытаний неизвестны, и истинное состояние программы определить трудно. В 2018 году, во время выступления в Совете Федерации, Владимир Путин рассказал о нескольких новых видах вооружения. Ракете «Сармат», подводной торпеде с ядерным двигателем «Посейдон», ракете «Кинжал», гиперзвуковом планере «Авангард» и «Буревестники». Его выступление сопровождалось компьютерной графикой. Ядерная ракета «Буревестник», как и торпеда «Посейдон», тогда показались самыми невероятными видами вооружения из-за ядерных двигателей. «Буревестник» впечатлял сильнее всего из-за очень большой дальности полета. Путин в своем выступлении тогда сказал, что малогабаритная сверхмощная ядерная энергетическая установка, которая размещается в корпусе крылатой ракеты, обеспечивает, как он отметил, дальность полета, которая является почти неограниченной. Проверить это утверждение невозможно, ну а верить Путину на слова, собственно, как и Хамасу выше мы говорили, конечно, можно, но однозначно верить ему не стоит Путину. Считается, что ракета будет использовать прямоточный радиореактивный двигатель, в котором воздушный поток будет нагреваться за счет энергии, получаемой в небольшом ядерном реакторе, создавая необходимую тягу. При этом не обязательно, что она будет иметь ядерную боевую часть. Ее главное достоинство – очень большой дальности действия, за счет которой она сможет лететь по маршруту, огибая зоны противовоздушной обороны. При попадании ракеты в цель, если реактор будет разрушен, возможно, на местности возникнет радиоактивное заражение. Этот проект Россия разрабатывала довольно давно. Возможно, за основу были взяты разработки еще советских времен. Однако в ходе испытаний выяснилось, что сделать такое оружие не так-то просто. В августе 2019 года на полигоне под Северодвинском произошла авария. Поначалу российские военные сообщили, что взорвалась жидкостная двигательная установка. Потом в узкорпорации «Росатом» признали, что взрыв под Северодвинском произошел во время испытания ракеты с радиоизотопным элементом двигателя. В результате погибли пять сотрудников «Росатома». Еще трое получили травмы и ожоги различной степени тяжести. Число жертв никого никто подтвердить не смог. Испытания и авария были строго засекречены. И тогда же стало известно, пострадавших, получивших при аварии значительные дозы радиации, направляли в гражданскую больницу в Архангельске, не предупредив врачей об опасности радиоактивного заражения. Впоследствии в части больницы и на автотранспорте даже пришлось проводить обработку. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в передачу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова